Проект «Офицеры Победы» на территории города Искитим, Искитимского района, подошел к своему завершению. За 8 месяцев мы рассказали более чем о 400 офицерах, участниках Великой Отечественной войны, офицерах, которые принесли нам победу. Для того, чтобы установить боевой путь наших земляков, наших родных и близких, была проведена огромная исследовательская работа, и результаты поистине впечатляют. Сделаны сотни запросов в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, в Военные комиссариаты субъектов Российской Федерации, в Военный комиссариат Новосибирской области. Устанавливается историческая справедливость. Найдены неврученные награды за совершенный подвиг. Сейчас оформляются документы на получение удостоверения к государственной награде родственникам ушедших ветеранов. Ходотайство высшестоящему командованию направлено на получение документов Орден Отечественной войны второй степени, Орден Красной Звезды, Медаль за отвагу. Разработан проект положения об учреждении и присвоении почетного звания Новосибирской области, населенный пункт воинской доблести и трудовой славы. Данное положение рассмотрено на заседании рабочей группы областного комитета Победа. Также рассмотрено в Общественной палате Новосибирской области, получило высокую оценку. Документы детально дорабатываются. Офицеры Победы – непростое время, непростые судьбы. Мы помним, мы гордимся, мы преклоняемся. Подполковник Рубцов Геннадий Павлович, 1924 года рождения, выроженец села Гусельниково, Искитимского района Новосибирской области. 23 сентября 1943 года Искитимским районным военным комиссариатом призван на военную службу. Принимал участие в Великой Отечественной войне на Первом Украинском фронте в составе 150-го отдельного тяжелого танка самоходного краснознаменного Киевского Коростельского орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка в должности командира взвода автоматчиков танково-десантной роты. За свой боевой путь награжден медалью за победу над Германией, медалью за освобождение Праги. Майор Силаков Михаил Григорьевич, 1918 года рождения, выроженец деревни Харина, Искитимского района Новосибирской области. 22 августа 1941 года Нижнеамурским военным комиссариатом призван и направлен на фронт. 11 января 1945 года при прорыве обороны противника корректировал огонь своей батареи. Вместе с пехотой ворвался на переднюю линию траншей противника. По рации командовал о переносе огня. Смог подавить три огневые точки противника. Был тяжело ранен. После перевязки поле боя не покинул. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалью за боевые заслуги, медалью за отвагу, медалью за победу над Германией. Капитан Сучилкин Иван Иванович, 1909 года рождения, выроженец деревни Плотниково, Ордынского района Новосибирской области. В 1941 году Таштагольским городским военным комиссариатом Кемеровской области призван и направлен на фронт. В боях с фашистами в рукопашной схватке уничтожил трех немецких солдат, взял в плен двух офицеров. В боях за деревню Красная Нива ликвидировал группу противника и взял в плен офицера. Тем самым обеспечил продвижение нашего батальона. Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны второй степени, медалью за оборону Сталинграда, медалью за взятие Берлина, медалью за освобождение Варшавы, медалью за победу над Германией. Капитан Таглин Николай Петрович, 27 сентября 1927 года рождения, уроженец деревни Скра Купинского района Новосибирской области. 18 октября 1944 года призван и направлен на фронт. Сражался против милитаристской Японии в составе 1-й краснознаменной бригады 4-го дивизиона торпедных катеров Тихоокеанского флота. Награжден медалью за победу над Японией. Старший лейтенант Кулиш Федор Иванович, 1922 года рождения, уроженец села Камышенко, родинского района Алтайского края. 12 июля 1941 года Хабарским районным военным комиссариатом Алтайского края призван и направлен на фронт. В боях неоднократно проявлял мужество. Вместе со своим взводом под сильным пулеметным и минометным огнем наводил бесперебойную связь, чем способствовал управлению подразделениями. 18 октября 1943 года в боях при взятии Пулковских высот был ранен. Из боевой характеристики лейтенанта Кулиша Федора Ивановича. Служит с момента формирования батальона на должности командира линейного взвода в штабной роте. Работает с марта месяца. За время работы показал образцы организаторской способности. В период наступательных боев организовывал хорошо связь на наблюдательном пункте командира корпуса. Ранее награжден орденом Красной Звезды и медалью за боевые заслуги. Сам Кулиш хороший строевой командир, требователен к себе и подчиненным. Характеристика на директора юбилейной восьмилетней школы Искитимского района Новосибирской области Кулиша Федора Ивановича. В школах Искитимского района работает с 1967 года, в начале директором Верхгайонской средней школы, а с августа 1969 года директором юбилейной восьмилетней школы. За время работы показал себя энергичным, опытным, требовательным, принципиальным руководителем, чутким товарищем. Он систематически повышает свой идейно-политический уровень и педагогическую квалификацию, ведет большую общественную работу. Много внимания уделяет укреплению материальной базы школы, улучшению учебно-воспитательного процесса в школе, пользуется заслуженным авторитетом среди учителей, учащихся и родителей. В районном поселке Ленева усилиями педагогического состава средней школы номер один было присвоено имя старшего лейтенанта Кулиша Федора Ивановича. В рабочем поселке Ленева школа номер один носит гордое имя офицера-фронтовика и ее первого директора Федора Ивановича Кулиша. В школьном музее собраны уникальные подлинные документы и фотографии Федора Ивановича, описанные его фронтовые подвиги и послевоенные свершения на ниве строительства образовательных учреждений страны и новаторских решений в образовании. Ну тут даже можно больше сказать, на таких людях строилось восстановление послевоенное, такие люди войну выиграли, потому что тут нельзя что-то разделить. Вообще, если в общем говорить, что наш поселок, он достаточно молодой, но тем не менее, когда мы начинаем разбираться, а его строили-то фронтовики, вот это самое активное, и по сути фронтовики занимали тут особую роль в строительстве, завода, жилищного комплекса. Вот, ну Федор Иванович, конечно, выделяется. Вот, он родился 21 сентября, у нас 22 года, вот, и уже 18 лет после окончания школы, он пошел работать учителем, учителем на начальных классах. Вот, во время обучения сам он увлекался разносторонне, он увлекался радиотехникой, увлекался литературой, причем мало кто говорит, он хорошо играл на пианино. Вот, и в 40-м году он пошел работать в школу. Война, начавшаяся в 1941 году, вмешалась в мирные соседательные планы людей. Как человека образованного, Федора Ивановича Кулеша направили в Красноярское военное училище, где он освоил военную профессию связиста. И попал на фронт, вот, в такое очень горячее место, под Ленинград, как раз была блокада Ленинграда. И он участвовал вот в самых тяжелых боях при обороне Ленинграда. Три раза был ранен в голову, вот, и закончил он войну уже в Калининграде, ну, тогда в Кенигсберге. После окончания войны Федор Иванович поступил и успешно закончил Барнаульский пединститут. Организаторские качества офицера-фронтовика и педагога оценили и стали направлять в разные регионы, где стояла важная задача возрождения школ. Он был директором в нескольких школах. В Кулундинских степях при освоении целинных земель и строительстве новых поселков возглавил школу в одном из них. В 1974 году направлен в школу-интернат в селе Верхкоион из Китимского района. И вновь назначение. При строительстве электродного гиганта на ВЭЗа в Ленёво, где вновь возглавил школу, самую первую. Он был назначен еще при строительстве этой школы. Он сам завозил мебель, сам завозил имущество. Много чего используется еще за то, что Федор Иванович сам привез. Кроме этого, когда он был директором школ до нашей школы, до назначения в нашей школе, то он начал использовать новаторские методы. Вот то, что сейчас мы уже привыкли, там группа продленного дня, вот эта кабинетная система, которую сейчас коронавирус нам отменил. А он это все внедрял впервые. И при нем были внедрены группы продленного дня, кабинетная система в нашей школе. И наша школа, когда открыл он школу, и в первые годы она стала методическим центром. Все директора обучались здесь, как вводить то, что я сказал уже, это какие-то методические моменты, это уже кабинетную систему. И, соответственно, тот вывод такой, что вклад просто неоценимый. Такие люди внесли в Искитимский район, в наш поселок, ну и вообще, наверное, в наш тогда Союз Советских Социалистических Республик, возрождение послевоенное. При нем выпускники прекрасно поступали во все высшие учебные заведения. В школе был порядок, идеальный такой военный. Так как служба в армии, то, что он был фронтовиком, ну, наверное, это отражалось и в его педагогической деятельности. И вот как у нас написано на стенде, что учитель, воин, коммунист. И вот все эти три фактора, они дали, наверное, возможность воплотить то многое, чем мы до сих пор пользуемся. Вот. И понятно, что дети сейчас не забывают, учителя не забывают. И вот когда был прошлый юбилей Победы, то мы готовили с ребятами на научно-практическую конференцию района такую работу в реферат. Учителя-фронтовики там рассказывали о трех педагогах, которые в нашей школе работали. Вот. В частности, вот еще Суворова Александра Григорьевна, она была там снайпером. Вот. Но когда мы рассказали всему району на конференции о Федоре Ивановиче, то тогда начальник управления образования Антонина Леонидовна Лямзина, она еще на конференции сказала, а почему у вас школа не носит его имя? Вот. И как-то так быстро получилось, весь этот алгоритм, там, через сессию депутатов, вот, и буквально там что-то месяца два, наверное, и в нашей школе присвоили имя. Ну, соответственно, ребята, ребята, вот, выбрав эту тему и выступив, дали вот ход, то, что вот школу... То есть от детей пошло то, что сейчас школа носит его название и имя этого человека. Пример военной дисциплины в школе расскажите. У него, да, был, рассказывают, что у него такой порядок был, что даже по лестнице не было встречных движений. Вот, допустим, как на дороге правостороннее движение, у нас по одной лестнице ученики поднимались, вот, до четвертого этажа, там, кому куда надо, по другой спускались, и вот даже движение в школе было все по определенным правилам, никаких хаотичных таких моментов он не допускал. Но это говорит о его высокой организованности, человека, опять же, офицера, учителя, вот, все в совокупности. Материалы проекта «Офицеры Победы» находят широкий отклик у наших телезрителей, среди которых семьи тех самых героев фронтовиков, а также те, кто выбрал для себя нелегкую профессию Родину защищать. Сохранение исторической памяти о земляках-сибиряках, подаривших нашей стране победу, они считают важным и нужным делом. Мы находимся в гарнизонном доме офицеров Новосибирского гарнизона, в музее Сибирского военного округа, где хранится военная форма нашего земляка, героя Советского Союза, полковника Дмитрия Алексеевича. Прежде всего, следует отметить, что в этом году весь мир отмечает 75-ю годовщину победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. На войне воюют все, но основная тяжесть боевых действий ложится на плечи офицерского состава. Хорошо зная военную офицерскую службу изнутри, являясь непосредственным участником важнейших событий при бреззании в жизни нашей армии, я с глубоким убеждением могу сказать, что профессия офицера – это особая профессия, это надежда нации. Без офицера нет армии, без армии нет государства, без государства нет свободы враждан, нет достойной жизни, нет будущего и нет и у живущих, и будущего поколения. Офицерский корпус – это становой хребет государства. В общем-то, есть такая профессия – родину защищать. Какими же качествами должен обладать офицер? Каковы особенности офицерской службы? О подвигах многих офицеров, наших земляков, вы уже знали из телевизионного проекта «Офицеры Победы». Подобные героические поступки совершались офицерами с первых дней войны на всей территории нашего государства и на всех фронтах. И рассказывать о подвигах и славе тех военных лет особенно важно сейчас, в наши дни. Дорогие жители города Искитима и Искитимского района, военным комиссариатом города Искитим, подполковником Дурандиным Павлом Ахметовичем и редактором телепрограммы «Исток» Шиболиной Любовью Владимировну производится патриотический проект «Офицеры Победы». Желаю дальнейшего развития и успехов проекта. А всем Искитимцам и аудитории проекта доброго здоровья, мира и благополучия. От Российской Ассоциации Героев Новосибирского оригинального отделения выразить признательность и благодарность военному комиссару города Искитима Дурандину Павлу Ахметовичу и редактору телевизионного канала «Исток» Шиболиной Любовь Владимировны. Вы делаете очень нужное дело, которое имеет воспитательный процесс нашей молодежи. И, естественно, я бы хотел рекомендовать ваш этот проект именно другим авианкоматам Новосибирской области. Я бы хотел еще отметить очень важное то, что 16 629 было призвано, около 7 тысяч погибло, но Искитимский военкомат внес существенный вклад, призывая, так сказать, на военную службу. Во-первых, очень важно, что вы осуществляете, что их автобиографически призывались, значит, где воевали, какие награды. Вернувшись с фронтов, значит, проявили себя и на гражданском поприще. Я бы хотел отметить очень важную вещь, что по области у нас было 239 героев Советского Союза, из них 9, будем говорить, что это герой Советского Союза и Искитимского призыва. Я бы хотел отметить Козлов Дмитрий Федорович, Лазарев Иван Александрович, Матвеев Федор Иванович, Одегов Леонид Яковлевич, Платонов Николай Васильевич, Подкопаев Степан Иванович, Иванович Скоков Иван Андреевич, Чумак Владимир Семенович, Шахматов Семен Семенович. Наряду с героями Советского Союза и Искитимским районкоматом призывались, будем говорить, что офицеры, которые были награждены орденами славы трех степеней. Я бы хотел тоже их озвучить. Горбачев Никита Маркович, Дегуров Александр Андреевич, Егоркин Александр Васильевич, Ихлаков Мартемьян Сарапионович, Сергеев Михаил Афанасьевич, Страхов Антон Алексеевич, Стазаев Николай Тимофеевич. Люди, которые проявили чудеса, будем говорить, что мужества, героизма на полях сражений, благодаря им мы, допустим, 75 лет живем под мирным небом. Так что благодарность этим людям. И я бы хотел еще раз сказать спасибо инициаторам этого проекта, офицеры победы. Для зрителей это, во-первых, возможно, новая такая откроется страница, когда услышат, допустим, там, может быть, знакомые, родственники, отцы, вернее, дети, внуки, правнуки. Это очень большого стоит. Ну, естественно, успехов инициаторам этого проекта, память офицеров победы, дальнейших успехов. Спасибо. В наградных документах отражено, что люди, про которых мы говорим в проекте офицеры победы лучшие сыны и дочери своего отечества, показавшие образцы мужества, не жалеющие крови и жизни для полного уничтожения фашистских извергов. Офицеры победы непростое время, непростые судьбы. Мы помним, мы гордимся, мы преклоняемся. Играет музыка и дочери